Всем привет! В этом видео поговорим о том, что Газпром прекратил поставку газа немецким компаниям по новому указу президента России. Вице-канцлер Германии Роберт Хаббек сообщил, что со вчерашнего дня немецкие дочерние предприятия Газпрома, входящие в газовый холдинг Газпром Германии, перестали получать российский газ. Указанная новость была озвучена вице-канцлером в ходе выступления перед немецкими политиками в Бундестаге. Роберт Хаббек отметил, что Газпром отключил газ, руководствуясь новым указом президента России Владимира Путина. Согласно данного указа, Россия ввела ответные санкции в отношении ряда европейских компаний, сотрудничество с которыми теперь для российских предприятий запрещено. Причем речь идет как о заключении новых контрактов, так и об исполнении действующих. В Германии под ограничение попали все бывшие дочки Газпрома, входящие в группу Газпром Германии, а также все предприятия, входящие в группу Вингаз. Указанные компании являлись до этого крупными потребителями российского газа. Газпром сотрудничал с ними в течение многих лет. На два указанных холдинга приходилось свыше 20% от суммарных объемов поставки газа Газпрому в Германию или порядка 10 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, это соответствует объему поставок газа для всей Польши, которую Газпром отключил в конце апреля. Раньше поляки получали российский газ из Германии в порядке реверса для собственных нужд и для того, чтобы выручить прибалтов. Однако теперь и поляки, и жители прибалтийских стран останутся без газа. В Германии самой газа не хватает. Отмечу, что холдинги «Газпром Германии» и Вингаз выступали в роли оптовых перепродавцов российского газа Германии. Крупнейшим конечным потребителем газа являлся химический концерн БАСФ. Роберт Хаббек заявил, что Германия экстренно запросила помощи от Нидерландов и Норвегии для получения газа из этих стран. Если этого не произойдет, то крупнейшие химические предприятия в стране остановят работу. На фоне указанных событий министр иностранных дел Германии Анна Лена Бербак, которая в настоящее время находится с официальным визитом в Киеве, заявила о готовности Германии полностью отказаться от российского газа по примеру поляков и прибалток. Однако указанное высказывание резко осудил член комитета Бундестага по энергетике Штефан Контре, который отметил, что у главы нынешнего МИДа эмоций взяли верх над разумом. Господин Контре со своей стороны призвал срочно выдать разрешение на запуск в эксплуатацию магистрального газопровода Северный поток-2. Не использовать этот газопровод в текущей ситуации острого газового дефицита абсурдно. Правда, Газпром на прошлой неделе сообщил, что половина мощности Северного потока-2 теперь будет использоваться для газоснабжения новых потребителей в России.